Только что получил из опермаркета Леклерк продукты. Парень мараканец прям сюда мне все тарабанил, притарабанил в лес. Хотя я его отговаривал, я ему говорил, что я буду сам, сам. Сыр я уже показать не могу, сыр я сложил в свой погребок вот сюда. Там у меня капуста квашная и в зеленых ведерках сыр. Так он, я надеюсь, пролежит хотя бы несколько дней. Ну, это обычные продукты, которые я заказываю. С недавнего времени я, как сказать, оценил апельсины. При моей почечной недостаточности они мне очень помогают утолять жажду и при этом не пить много воды. Вот, ну, вот опять же томатная паста я заказал био, но потому что она недорогая там, из недорогих. Делаю из нее томатный сок, потому что сок дороже, наверное, выйдет. Ну и потом я делаю немножечко гаспачо там с молотым чесноком и с красным перцем чили. В общем, под свой вкус. Ну, оливки об этом говорить не надо, это хорошее для салата, для капусты. Лимоны. Лимоны я пью вот с этим соком. То есть, этот сок наливаю, туда крошу лимон. И, в общем, я вот такую смесь пью. Тоже очень помогает. Ну, это вот колбаски подсушенные. Это тоже с харизо, дешевые, дешевые свиные колбаски с красным перцем. Я хлебушек натираю с чесноком. Им лакомлюсь, так сказать. Много есть не надо, но вот так по-быстрому в лагере без готовки. Ну, это вот местное, местный филе сельди. Ну, я бы, конечно, предпочел без всяких соусов, просто селедку. Но тут в супермаркетах нету такого богатства. Селедки нету. Фисташки тоже я купил кешью как-то, заказал. Вроде показалось дорого, но вот она сейчас у меня стоит, я не ем кешью. Надоело. Ну, можно понемножку иногда там доставать. Ну, в общем, наелся на всю жизнь, наверное. Вот теперь фисташки поем, заказал несколько из недорогих. Заказал, наверное, наемся и опять же будет лежать. Ну, чеснок, понятно, это царь продуктов. Я могу только на нем сидеть долгое время, особенно когда голодаю. Ну, буряк представлять не надо. Минералку тоже хорошая, 3 грамм на литр, около того. Ну, хорошая, такая гармоничная для меня подходит. Ну, яблоки, кстати, я оценил, когда я покупал яблоки по евро, где-то там на развалах, по 60 центов. Это была какая-то гадость, и она, ну, в общем, уже такие разлагающиеся яблоки. А это просто не спилы. А эти яблоки, они очень сладкие и очень кислые, и очень ей вкусные. И буквально они очень свежие такие. Ну, стоят 2,5 евро килограмм, но дешевле просто не было. И тут я встал перед фактом. А вон кошка черная пришла, вон она. Такая большая крыса, вот она, залезла туда. Охотится на нее, ну и молодец. Поймал. Потому что крыса недавно напала на мои кусачки. Кусачки. И погрызла, вот, погрызла ручку, рукоятку моих кусачек. Так, ну это я открыл морковку, чтобы ее подсушить, потому что она очень быстро, буквально за 2 дня она сопреет. Ужасно. А, вот, один из сыров. Я не спрятал, буду сейчас есть. Ужасно влажно, а вот второй, кстати, из сыров. Ну и там еще в тех ведерках. Вот, ну и вот фирменное блюдо мое. Очень помогает от артроза вот эти штуки, крящики. И из-за чего и заказываю. Но это мне подсунули не то, что я заказывал, по-моему. А может и то. Наверное, то все-таки. Так, ну что еще показать? Вообще, я избыток некоторый заказал, потому что у меня много еще было. Я заказал, потому что у меня сыр быстро портится. Я вынужден был еще сделать один заказ. Впрок, так сказать. Хотя в скором времени, с 21 июня, я намеряюсь, намереваюсь прекратить кушать вообще. Пока мне, наконец, не дадут жилье. Я думаю, французы на это просто не обратят внимания. Вот. То есть мне тут еще продуктов полно. Ну, на 10 дней точно хватит. Вот. А потом я намереваюсь прекратить, потому что это невозможно. Дальше мне терпеть уже невозможно. Для меня жизнь стала мучением. То есть мое состояние ухудшается. Колени мои не выздоравливают. Ну, хотя сейчас я могу ходить без костылей немного. Еще где-то месяца полтора назад, два месяца назад, это было невозможно. Я ходил только с костылями. Только потом потихоньку, потихоньку с одним костылем. Потом потихоньку, без костылей. Вот. Вот они мои таблеточки. Да у меня таблеток много, но просто другие покончались. Вот валерьян купил почти каждый день. А вот еще, да. Хронофлекс. Хондруфлекс. Да, вот шоколад еще взял с ментолом. Но это так, мне не тот привезли, который я хотел. Я его есть не буду, этот с сахаром. Я заказал, который без сахара, ну да ладно. Вот. Ну вот, сделал я вот это гаспачо из той томатной, тех томатных, той томатной пасты. В общем, оно забродило. Ну и пока оно, так сказать, не перебродило, это ценный продукт. Тут алкоголя нету никакого, ну есть, конечно, но очень мало, поэтому ценный тем, что там бактерии, они вырабатывают витамины, а там капуста. Я достаю из погребка и какое-то время, ну 3-4 дня выдерживает, а потом все, потом есть ее невозможно. Ну вот так вот прожаривается на солнце то, что можно. То, что, ну в общем, стараюсь каждый день вытаскивать мои спальники. И вчера вообще я, оказывается, где-то 18 тысяч шагов находил на моих часах. Вот, на моих часах. 16 тысяч шагов. Сегодня, знаешь, с резкостью, не нравятся мне эти часы тем, что у них резкость какая-то, в общем, такая, не наводится. Сегодня 6 тысяч шагов уже. Ну, в общем, вот так вот я и живу. Все есть, но безрадостно. Главного нету, жилья нету. Я не могу не к врачу сходить. Вся трагедия ситуации. Я не могу пойти к врачу вообще. С приступами сердца. Вот. Птички здесь купаются. Когда жарко, я им специально воду наливаю. Вот этот куст я, наверное, с собой заберу, если я отсюда когда-нибудь уйду. Он тут со мной 3 года уже. Этот кустик. И это... Экибаны я подобрал. Выкинули люди. Выкопали. На окраине леса подобрал. Да, щука. Это она уже пропала. Я собаке ее потихоньку отдаю. Так что ж ты резкость не наводишься? Именно на щуку мне надо резкость навести. Алло. Резкость. Не люблю этот фотоаппарат из-за того, что резко с ней наводится. Он только начинает ее искать, когда? Ну ладно. Нет, так нет. Да, тут у меня еще что-то осталось. Да, сегодня я подорвался. Хлеб еще. Хлеб надо не забывать вытаскивать. Она с крысы залазит везде. Она буквально чуть-то не под ногами у меня бегает. Сегодня он тут вчера оставил кусачки. И вот она отсюда стащила его, лакла оттуда. И обгрызла там ручку кусачек. Ручку кусачек. Что, жертвы не хватает, что ли? Я столько выкиду ей объедков. Нет, ей надо что-то такое, что лежало здесь. А здесь мясо лежало. Она утащила вон кусок щуки. Вот он лежит здесь. Вот. Я у нее практически отобрал его. И на то место я положил кусачки. Она утащила и сожжала. Обладала ручку. Ручки у кусачек. Думая, что это что-то такое хорошее. Ну ладно, позвоню маме и оставлю, наверное, что-то. Я ей каждый раз показываю. Этим я стимулирую у нее аппетит. Ей 81 год. И ей больше хочется покушать, когда я покажу ей, как у меня много всего. Вот. Так что это все обманчиво. Люди умирают буквально лежа на горах с золотом и в одиночестве. То есть это еда. Это только что-то одно из. Еды не хватает для того, чтобы жить нормально человеку. Ставили опыт над крысами. Давали им полно еды. Они не размножались и вырождались и умирали. Так что, ну для глупцов, да. Вот у него сколько много еды. У него нет недостатка ни в чем. Вот в этой воде я купаюсь, когда летом, и простирую мои майки. Сейчас я буду варить кашу. Там еще рис у меня. Ну вот так-то. Довольно шумно от птиц. Ну, кстати, птиц я к ним привык. Буквально они превращаются в мой датчик, в мой орган чувств. Когда кто-то приближается, они меняют свое пение. Ну, то есть это, видимо, все природное. Типа как в Аватаре. Мы друг для друга и созданы. Поэтому их пение я воспринимаю как нечто гармоничное. А вот крики пьяных людей, каких-нибудь там, это что-то уже неподходящее для меня. Ну все. Сейчас надо мне посолить ножки эти, чтобы они не пропали. И варить кашу. Да, сегодня сварю я собачке. Я сегодня бульон обещал.